Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И давайте сейчас я вам расскажу, как у нас разводят СМИ из, не знаю, там, из муфи делают слона. Ну, сейчас вот, да, у нас, я уже вижу заголовки, в городе Сочи смерч и так далее, да. Давайте посмотрим, что же из себя представляет смерч. Прошел дождик, да, буквально, вот я был на тренировке в течение часа, может быть, что-то здесь и прошло. Я не вижу ничего здесь, в этом, такого плохого. В общем, немножко освежилось, да, даже если посмотрим здесь, у нас здесь даже не намокло. Ну, и что могу сказать, в любом случае, даже вот, когда идет дождик, все равно погода комфортная. Сейчас уже закончил тренировку, пробежался свои нужные километры. Ну, и давайте все-таки пройдемся, посмотрим, все ли так страшно, как нам говорят. Я, конечно, не был в Адлере еще, может быть, в Адлере там действительно все и гораздо плохо, и там, может быть, все и затопило. Ну, вот здесь я пока вижу вот такую картину. Сейчас пройдемся, посмотрим речку Сочи. И, на самом деле, жалею, что всегда передвигаюсь на автомобиле, потому что реально пешком ходить полезно, это раз. Ну, и, во-вторых, конечно же, я думаю, что в Сочи грех не ходить пешком. Давайте пройдем через пешеходный переход. Ну, и здесь, конечно же, у нас та самая река. Ну, видно, что в горах у нас сильные дожди. Почему видно? Потому что вода мутная. Обычно, когда в дожде нет, вода довольно-таки хорошая, прозрачная, комфортная. Ну, вот здесь у нас приехали почти все наши сотрудники. Время половины девятого. Работаем с полдевятого. Ну, как вы видите, очень много свободных мест. Соответственно, кто-то где-то как-то отмазывается. Голод мира. Ну, и вот здесь, да, вот если вдруг кто-то надумает прийти к нам в команду работать, вы будете работать вот в этом здании. Адрес Несепрская, 1Б, рядышком с морским вокзалом. С окна сможете наблюдать вот такую вот красоту, ребят. И даже, не побоюсь слова сказать, именно красота. Потому что действительно у нас все очень красиво. Здесь у нас пляж Ривера. Здесь же у нас палатки. Тут у нас не запрещается отдыхать дикарями. Тем более, знаете, душ есть, да, пошел на пляж, искупался. Переночевать в палатке под такой температурой, я тоже думаю, что нормально. Кстати, вот брат, да, вот на Ниссан Кашкай, молодец, взял, уже приехал, да. Все-таки приезжает он вовремя. Ну, и здесь у нас вот модно в Сочи примерно так останавливать автомобили, да. Ну, сами понимаете. Вот, он подпер двоих и нормально, в принципе, можно поставить. И я не знаю. Хотя вот здесь рядышком есть платная парковка. Ну, если нет, как бы у тебя результата, если тебе бесплатно парковку не дают, ну, потрать на платную парковку. Все же зависит от тебя, все зависит от твоего результата. А так, не знаю. Я не знаю, вот я сейчас вспоминаю, да. Для меня самая первая мотивация, вот самая первая мотивация, ребят, это я первые два месяца пахал и пытался выжать все по максимуму ради того, чтобы мне дали это парковочное место. Потому что из-за того, что парковочных мест не было, я приезжал на работу в 7 утра, уже в 7 утра был, чтобы занять где-нибудь свое место, понимаете, где-нибудь. И для меня это была очень резкая мотивация. Мне так напрягало приезжать на работу к 7 утра, когда рабочий день начинался с 9. И здесь я взял как бы для себя, четко решил, что я все-таки буду в числе тех лучших 20 сотрудников, которым парковочные места даются бесплатно. Ну, а до этого, если вдруг я не мог нигде поставить автомобиль, я, конечно же, припарковывал здесь. Здесь у нас есть платный паркинг. Сейчас, наверное, мне парковка, которая сходила на тренировку, обойдется в 200 рублей. В общем, ребят, добро пожаловать в город Сочи. Даже вот по таким дождикам здесь приятно идти. Автомобили все чистенькие, посмотрите, да? Ну, реально чистые автомобили, в том числе и мой. И добро пожаловать в команду сильнейших. А теперь, ребят, всем пока!